Сегодня в Канаше открылся новый завод по производству неорганических химических соединений. Здесь будут выпускать очень нужную для промышленности продукцию. Подробности в следующем материале. Сегодня мы дождались, завод заработает. Это новые рабочие места для Канаша. У собственников много планов по дальнейшему развитию. Мы их полностью поддерживаем. Хочу всех, кто принимал участие в реализации проекта, поблагодарить и пожелать проекту хорошего старта и дальнейшего развития. Реализовывать этот проект начали 12 лет назад, но в планы предпринимателей вмешался кризис 2008 года. Все трудности удалось преодолеть. Чтобы запустить работу оборудования в цехах, почетные гости нажали на символическую кнопку. Здесь производят коагулянты для очистки водопроводной воды. В состав этого вещества добавляют алюминий, благодаря которому обеззараживается любая жидкость. За счет полимерной структуры, которая именно достигается за счет давления и высокой температуры, если посмотреть, то это вот такая сетка, которая всю грязь, которая есть в воде, она опускает медленно вниз. Она осаждается, и вода становится прозрачной, светлой. Дальше не надо уже больших усилий, чтобы ее довести до питьевого качества. Знакомство с работой завода начинается с этого контрольного пункта. Именно отсюда специалисты следят за всем технологическим процессом. В случае сбоя остановить оборудование возможно одним кликом к компьютерной мыши. Как мы видим, сейчас отображаются, вот вращаются, это запустили мешалки, потому что химический процесс, он всегда состоит из трех стадий. Первая стадия – это подготовка, когда смешивают реагенты. Вторая стадия – непосредственно химическая реакция, где под давлением и температурой. И третья стадия – это разделение после реакции. Кроме коагулянтов, здесь будут производить минеральные соли и лекарственные компоненты. Возвести предприятие именно в Канаше предприниматели решили не случайно. Доставить продукцию до заказчиков проще именно отсюда. Сейчас продукция завода реализуется в регионах Поволжья. К моногороду присматриваются и другие инвесторы. Есть прекрасный завод, я уже называл «Дивилей», немецкие инвесторы. Сейчас даже мы ищем резидентов, и команда города Канаша, мы проходим обучение в школе Сколково, и там обучаемся, варианты рассматриваем и привлекаем инвесторов новых. Люди здесь все-таки достаточно квалифицированные, и те предприятия, которые раньше работали на полную мощность, но сейчас в силу сложившихся экономических обстоятельств, не могут этого выполнить, они обладали очень хорошими кадрами. И это мы уже успели ощутить сами лично. Новый завод для Канаша – значимый проект. В перспективе здесь будут работать более ста человек. Уверен, что будет достойная заработная плата, так как специалисты высокой квалификации требуются. И разговаривая с инвестором, с собственником, приятно было слышать, что сегодня вопросы кадровые решены. Если в Москве какие-то возникают проблемы, то наши жители, представители Чуваши, охотно сегодня готовы учиться, с большим желанием идут. Это новейшие технологии, практически 100% автоматизация, высокая степень защиты, так как предприятие химическое. Думаю, что именно такие площадки, именно такие конкретные дела усиливают нашу экономику. И, конечно же, в целом республику. В перспективе здесь планируют расширить производственные мощности и возвести новые корпуса. Медриковалев, Эндрис Передонов, Республика.